добрый день дорогие друзья а мы начинаем программу практика торговли и сегодня мы встречаемся с артёмом геевым аналитиком компании а маркетс приветствуем вас артём добрый день игорь добрый день уважаемые слушатели мы хотим узнать как вы работаете вы аналитик или трейдер или аналитик и трейдер прежде всего на самом деле да можно так сказать универсал аналитик это собственно моя непосредственная специализация но разумеется какой аналитик если он не подтверждает свои идеи поэтому параллельно с аналитическими обзорами думаю что если кто-то знаком с нашей компании у нас каждодневный формат триппингов мы обрисовываем актуальные инвестиционные идеи но эти идеи подвижаются и трейдинг но сразу забегая вперед хочу сказать что я исключительно фанатичный фундаменталист для новости это все понятно понятно чем вы торгуете артём какими финансовыми инструментами на самом деле делаю очень активную ставку именно на рынок форекс и на те валютные активы которые представляют сейчас наиболее активный интерес опять же поскольку я отметил что большая штабка делается на фундаменте сейчас как раз с точки зрения создается колоссальное количество возможностей которые позволяют нам очень правильно и эффективно разбережаться как раз фундаментально это евро доллар это доллар японская иена это пункт против а также американцы австралиец канадец нефть рубль в общем те активы которые сейчас потребуются просто зашкаливающей волатильности и также если уже говорить про те цели которые мы ставим и в принципе как мы это делаем я буду рад разумеется видеть всех на нашем каждодневном брифинге потому что вы поймете действительно какое позиционировать мы проводим по этим активам и как эти идеи собственно реализуются опять же на рынке форексов все противные сделки которые мы в итоге закрываем идеи у нас долгосрочные среднесрочные можно даже посмотреть по истории наших брифингов мы записываем уже очень давно наверное себя помню и те идеи которые мы ставили скажем начале этого года это идеи которые уже попали в копилку тех скажем цели точнее идеи которые мы реализовали понятненько золото есть она платформа конечно же есть золото также один из активов на который мы обращаем внимание хорошо артем давайте поговорим про по вашим платформам я сейчас выведу в эфир и позадаю вопросы а вы нам прокомментируйте пожалуйста как вообще так вот я открываю онлайн брокер открываю трейдинг и вот у меня ну мт4 я вижу платформы у вас это нам все понятно вот я вижу описание платформы x station это что вообще за зверь такой я не торговал никогда ничего не могу сказать но это собственно платформа для социального трейдинга которая позволяет вывести именно процесс общения с поставщиками сигналов на совершенно новый уровень собственно это сигналы от трейдеров которые торгуются у регулируемых брокеров разумеется они придерживаются конкретных стратегий можно собирать любые инвестиционные портфели как непосредственно трендового копирования есть даже возможность фонта трендового копирования вот кстати на сайте предыдущей странице которую показывали это очень подробное описание того что же это такое и собственно как с этим работать я советую обратить внимание потому что пока что аналогов на рынке еще точно не для ознакомления хорошие возможности и разумеется новый подход собственно конвестиционный продукт нет я понял вот я я тогда не пойму сказали что торговая платформа x station для социальной торговли да а у вас есть торговая платформа x social да да x social это вот как раз с точки зрения копий трейдинг что касается x station это уже платформа собственно для поставщиков сигналов и для трейдинг ну по сути альтернативой mt4 правда там гораздо большее количество инструментов я думаю что она придется по душе фондовикам потому что там тысячи акций и действительно очень интересных компаний которые имеют сейчас очень хороший потенциал для реализации плане того же самого роста или коррекции я понял вас то есть вы у вас асси диссер где акция и я смотрю срочный рынок фьючерсы активно представлена этой платформе в этом ключе как раз и extension это супер платформа потому что такого количества инструментов я не видел по сути аналогов и они доступны как раз в этой технической среде я понял я вижу ваши торговые идеи на 20 августа вот значит я вижу что возможность сэл сохраняете сэл по паре евро доллар сэл в 1.08 вот сейчас в 11.08 вы тоже сохраняете сэл по паре конечно мы делали акцент на и я лично делал акцент на то что эта пара сохраняет коррекционный потенциал даже тогда когда мы на прошлой неделе болтались кстати на хаях там один 13 по моему 13 но опять же поскольку я фундаменталист могу привести вам достачные аргументы которые действительно говорят на пользу того что эта идея очень интересна с точки зрения как раз сохранения коррекционного потенциала и извещения против потому что разумеется каждый день мы возвращаемся к осознанию наверное приближающихся дополнительных экономических стимулов для европейского центрального банка со стороны цепи потому что все данные которые мы анализировали по инфляции на прошлой неделе это тот отчет который действительно указал нам на то что уровень акцент на давление в еврозоне уже не просто болтается скажем на грани рисков дефляции а уже ушел в отрицательную зону и можно делать выводы о том что программа опять же количественного смягчения которая была запущена в марше этого года со стороны цепи она пока что не совсем состоятельно но может быть трудно было конечно же представить так сильно просядет нефть а снижение цен разумеется на инфляции оказывается отрисующее давление на инфляции но и цепи адаптивен в этом плане как мега регулятор я думаю что наверное все таки опять же эти стимулы не за горами мы сейчас активно следим за конференцией в джексон холли напомню что прошлые разы они были весьма интересны потому что мы слышали о прорывных решениях либо как раз о комментариях со стороны руководителей фрс так и цб о том что готовится что-то интересное в плане монетарной политики я думаю что может быть эта конференция этот симпозиум также не станет исключением но и потом против евро конечно же сейчас действует и американская статистика думаю что какой почет мы наверное не рассмотрели за последнее время это рынок недвижимости рынок труда и вот последние вчерашние данные по инфляции они все будут ясно сигнализировать в пользу того что сейчас сохраняются возможности для потенциального роста доллара значит мы можем по-прежнему готовиться к тому что долгожданное решение по росту краткосрочных процентных ставок уже не загорали вчера были протоколы да они не спровоцировали конечно же тех тенденций которые мы надеялись в плане роста американца но опять же делать выводы то что протоколы стали причиной из-за которой можно отказаться от коротких сделок по евро и от длинных по доллару я не считаю что это правильно и обоснованно потому что по вчерашним протоколам мы не услышали конкретики на которую надеюсь конечно же да знаем что есть риски низкой инфляции да в принципе сша сейчас начинает аккумулировать и скажем опробировать на себе те проблемы которые связаны с мировой экономикой с темпами экономического роста с китаем китай это действительно тема наверное номер один с точки зрения потенциальных рисков которые начинают транслироваться на мировую экономику но представители фрс не дали нам понять что стоит отказаться от идеи возможного ожидания повышения как разочных процентных ставок в сентябре а если не дали значит очередные протоколы абсолютно безрезультатные которые по-прежнему оставили вопросы с датой ужесточения монетарной политики подвешенным нераскрытым а значит я не вижу смысла отказываться от прежних идей поэтому евро доллар сейчас мы конечно же ну лично я мое субъективное мнение разумеется это ждем 1.10 закрепляемся ниже идем на 1.08 а там будет до отметки 1.05 ну прям рукой подать ну и появился ответственно извините что перебью если уж мы сказали про американскую валюту в частности вот хочу подложить вам идею морган стенде опять же после протоколов это главный акцент она была анонсирована эта идея касается доллара японской иены и в принципе они согласны со мной скажем так и цель по юзди иена это даже несмотря на вчерашнюю коррекцию несмотря на протоколы движение выше 125 в ближайшие три месяца не ставят как цель точнее даже профильный ориентир на уровне 128 это хорошая цель я советую бы также рассмотреть в качестве возможности для тоже занятия для сделки у меня наград у меня даже на экране нет цифры 128 то есть она там высоко сначала нужно конечно же протестить 125 а потом пойти на совсем уж многомесячный максимум да да я жалко кстати эту идею в плане покупки доллара мы начали анонсировать еще в начале этого года если у вас есть возможность даже обмотать на январь я думаю там у нас будет уровень 100 наверное 18 небольших но 119 но в любом случае для текущих значений это уже по сути реализованная длинная идея которая позволила тем кто конечно же следит за нашими притингами которые присоединяются к нашим миссионным идеям прокатиться на этом затяжном тренде и вот уже достаточно иметь точнее уже имеют дело с хорошим профитом и это только по одному тандему валютных активов мы ведь делаем еще фокус на прочие инструменты тоже понятно я кстати с огромным интересом послушал ваше мнение по евро доллару для меня это бальзам на сердце потому что я продал евро и 1 1059 ну там я поставил мы потихоньку торгуем да и трейдеры иногда даже полчаса трейдеры поэтому тут у нас с твоя специфика а у многих здесь есть конечно совершенно разные стили и виды торговли представители аналитики тема интереснее трейд тв совершенно так сказать кто чем занимается кто тут эту идею приносит я думаю что ваша идея ваша идея это понятно фундаментальная анализа так сказать равноправным членом тем аналитики и я например очень люблю его с удовольствием так сказать всегда слушаю и читаю на эту тему ясненько артем вы мне скажите пожалуйста ваша компания а маркет какие перспективы развития до конца года что хотите чем какие идеи по развитию для трейдеров я имею ввиду что может быть интересного для трейдеров до конца года предложено вы знаете можно даже конечно же можно сказать что интересного мы собираемся внедрить но достаточно даже посмотреть на то что мы уже сделали за последние месяца 7-8 если у вас есть возможность хотя наверное среди присутствующих есть и мы даже клиенты нашей компании если нет я хочу вам рассказать то что мы делаем очень большую ставку сейчас на развитие технического потенциала в нашей компании речь идет о технических решениях которым лично я прикладываю самую непосредственное участие и собственно разработка индикаторов совсем недавно мы внедрили индикатор рыночных настроений кайма совсем недавно мы сделали возможность анализировать даже с веса по трейдеру совокупную позицию где трейдер может посмотреть расстановку сил баланс интересов по рынку мы буквально после последней операции буквально прошло несколько недель по сути уже оформить готовый продукт так называемый анализатор торговли который действительно проводит доскональный анализ вашего трейдинга и случае если вы совершаете ошибку может быть заупотребляетесь рисками этот анализатор поставляет соответствующие сигналы рекомендации к вам на почту и ваш личный кабинет о том где вы скажем совершаете ошибки где нужно подумать чтобы исправить свой трейдинг насколько я знаю таких аналогов еще в индустрии нет поэтому если интересно я с удовольствием хочу пригласить вас в наш личный кабинет и познакомиться с собственно этой технической начинкой ну и конечно же особой гордостью сейчас являются формы x-station о которой мы чуть поговорили и x-social мы считаем то что это также на фоне общего недоверия к вам сервисам может оказаться такой глотком воздуха для тех кто конечно же ищет новые инвестиционные решения но пока на рынке их и не нашел x-station это как раз выход из сложившейся ситуации по крайней мере посмотреть что это такое может артем x-station x-social это ваши разработки или вы купили где-то нет это не наши разработки ну кто разрабатывает эти системы x-social это компания российская зарубежная я просто хочу узнать кто провайдер услуги кто провайдер системы собственно информацию в общем ключе можно посмотреть на сайте я думаю что так будет проще ответить на все вопросы но это не наша разработка это собственно нарушение зарубежного производства и мы его просто поставляем нашим клиентам как один из инвестиционных продуктов я понял артем такой вопрос на естественно первый вопрос становится лицензии всегда когда трейдер начинает торговать первый вопрос о лицензии вы не очень выглядите как коренной представитель франт висенте гринадины я понимаю все все знаю как это работает мой вопрос такой вот те условия которые выкатили для форекс компании под условия лицензии 1 октября требования как вообще в каком состоянии сейчас это находится уже все подали заявки на получение лицензии или идут какие-то переговоры или ждем инструкции вот что происходит сейчас в этом смысле вы имеете ввиду касательно российского законодательства так российского вот мне интересно вы хотите в россии так сказать зарегистрироваться по тем требованиям которые идут и пока еще все стадии обсуждения потому что я например знаю еще ни одной компании которая хоть что-то сделала в этом направлении вы знаете мы внимательно конечно же следим за этим законодательным проектом но все дело в том что это уж это очень еще сырой документ думаю что тот негатив который сейчас имеет место быть со стороны брокеров отношения этого документа связан с тем что закон который по идее должен оказывать стимулирующий эффект для брокеров он на самом деле оказывает ограничивающий эффект и это неправильно поэтому сейчас я считаю то что еще многое будет там изменено разумеется будет изменено в сторону опять же более лояльного отношения клиентов потому что этот закон подразумевает очень жесткие условия работы я считаю то что опять же тем трейдерам которые привыкли работать с брокерами на территории российского рынка те условия которые сейчас лоббируются через этот законодательный акт они абсолютно неприемлемы я понял вас ну скажем так запретительно жесткие условия скажем так никак не стимулирующие я понял вас ну вот в этой ситуации после первого октября вы как работали в каком режиме работали это вас ничем не ограничивает на работу после первого октября никаких запретительных вот с первого октября функций санкций или еще чего то не появляется слава богу пока что нет то есть можно работать можно давать рекламу форекс и так далее тем более мы сейчас активно прорабатываем направления связанные с белорусским регулированием я думаю что вы также об этом знаете ясненько хорошо ну что Артем спасибо огромное очень интересно хочу со своей стороны сказать что вы нас приглашили к себе на утренние брифинги а мы вас приглашаем к себе в 9.30 у нас есть торговый план самая популярная программа так сказать в рамках Ютрей ТВ потому что мы естественно в 9.30 собираемся обсуждаем что покупаем что продаем я приглашаю вас принимать участие 3-5 минут мы с удовольствием дадим вам с вашим видом с вашим взглядом по тем финансовым инструментам в которых вы видите какие-то торговые идеи можно демонстрировать рабочий стол ну вы видели как я сегодня это делал так что все у нас эффективно если будет интерес всегда рады видеть в 9.30 каждый день вы собираетесь анализируете рынок да 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 с 9.30 до 10.00 мы анализируем и в 10.00 и в 10.00 только спокойно все открываем хорошо спасибо так что приглашаем спасибо огромное Артем я очень рад что наши молодые энергичные компании развиваются и то что вы нам обозначили те так сказать сделанные для трейдеров для удобства трейдеров шаги и услуги ну конечно это здорово о чем мы говорим так что желаю вам успеха с удовольствием будем следить за ходом работы компании маркетс спасибо спасибо большое всего доброго до свидания 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 Продолжение следует...